Давайте откроем послание к Ефесянам, первую главу. Это в стандартных Библиях, 234-я страница. С первого стиха прочитаем. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Аминь. Послание к Ефесянам очень точное дает определение, что есть Церковь. Все шесть глав. И в первой главе апостол Павел начинает с такого как бы глобального понимания, и потом переходит к конкретным практическим вещам. он начинает с того, что было вообще до того, как была сотворена земля. И показывает, что Церковь была в планах у Бога еще до сотворения мира. Что то, что с нами сегодня происходит, это не просто какие-то события, происходящие 14 января 2012 года в Кириат Хаиме, но мы являемся частью Божьего плана от вечности. Не знаю, как вам, но мне кажется, что в это можно верить, но иногда есть какое-то неверие. Правда, неужели на самом деле мы, наше событие, часть такого огромного плана Бога? Как вам? Легко в это верить или немножко сложно? Но Слово Божие говорит, что это так, что происходящие с нами события, они определены Богом. И все то, что Бог делает на земле, Он делает по своему плану. То есть мы не живем просто в мире хаоса какого-то. На самом деле, Бог еще до сотворения мира имел план. И этот план не был открыт никому. Ангелы не знали этот план. Это была тайна. Тайна, сокрытая от вечности написана. И вот в этой главе сказано дальше, что Бог эту тайну открыл верующим, детям своим. Вы те люди, которые можете знать эту тайну, потому что вам она открыта. Вот дальше Он и говорит об этом. Смотрите. Что Бог, восьмая стихи, дал нам мудрость, разумение. То есть Он дал нам ясное мышление, понять Его тайну. В то, что не могли умные проникнуть, Бог открыл своим детям это. И дальше говорится, что это за тайна. Десятый стих. Можно с девятого. Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежний положил в Нем, в Иисусе, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом. Здесь говорится о том, что тайна была в том, что еще до сотворения мира у Бога был план, что когда произойдет грехопадение, разрушение этого мира, Бог знал обо всем об этом. Для Него это не был, знаете, сюрприз. Грехопадение Адама, это не было такое, что Бог такой, ой, как это случилось. Бог знает все. Иногда люди ломают голову. Если Он знает все, почему Он пошел на это, правда? Почему Он все-таки дал возможность выбора человеку? Потому что, если бы не была возможность выбора, человек не был бы подобен Богу, он был бы не свободен. Но даже давая эту свободу, Бог знал, что случится, и Он от вечности имел план разрушенный мир собрать обратно воедино через Своего Сына Иисуса Христа. То есть, когда придет определенное время, Он это сделает, и сделает это через Церковь. Поэтому то, что сегодня происходит через каждого из нас, Бог восстанавливает все то, что разрушено. Прежде всего, Он восстанавливает каждого из нас. Аминь. Мы все были разрушены, но Бог берет человека разрушенного и восстанавливает этого человека. Бог берет двух разрушенных людей и восстанавливает между ними взаимоотношения. То, что происходит в нас и через нас, это начальное восстановление разрушенного грехом мира. Мы часть огромного Божьего плана, и то, что происходит в нашей жизни, это очень важная Божья работа. Иногда мы не понимаем даже, что происходит в нашей жизни. Ну, вроде ничего такого особенного и не делаю, правда? Особенно не то, что мы делаем, а особенно то, кем мы являемся. Особенно уже то, что мы люди, которых Бог восстанавливает. Потому что мы уже сегодня те, в ком Бог восстановил, что? Небесное и земное. Потому что через грех небесное и земное, что были? Разрушены, связь была разрушена. Но каждый из вас сегодня является тем, в ком эта связь соединена обратно. То есть вы люди, в которых соединено и небесное и земное. Но с чего все начинается? Все начинается вот то, что мы прочитали в 4 стихе. Он избрал нас в нем, прежде создания мира. То есть, когда еще не был сотворен мир, когда еще ничего не было, Бог знал каждого из нас. Мы еще не родились, представляете? Нам это трудно понять, потому что разум Божий неизмерим. Но Он от вечности знал каждого из нас. И Он избрал нас во времени и в пространстве на будущее. Для какой цели? Чтобы мы были святы и непорочны. Смотрите, Бог нас избрал не почему-то, а для чего-то. Он не избрал нас, потому что мы святы были или непорочны. Он избрал нас для того, чтобы мы были святы и непорочны. В этом есть большая разница. То есть, Он не избрал, допустим, хорошего какого-то или, наоборот, плохого. Не важно. Не важно, кого Бог избрал. Важно, для чего Бог избрал. Поэтому не нужно сильно напрягаться в тайне избрания. Почему Бог избрал меня, того не избрал. Не наше дело это. Наше дело знать, для чего Он нас избрал. Для какой Он нас цели избрал. И вот эта цель быть святым и непорочным. Непорочные – это целостные, то есть восстановленные полностью. В ком восстановлено то, что было до грехопадения. Бог нас избрал, чтобы мы были подобны Сыну Его, Иисусу Христу. Поэтому святость – это не какие-то законнические правила церкви. Это нам можно, а это нам нельзя. Святость – это цель, которой нас призвал Бог. Бог нас выбрал для того, чтобы вытащить из царства греха. Первое, что Он сделал, дальше написано. Он дал нам искупление крови и выпрощение грехов в седьмом стихе. Для того, чтобы начать с нами работать, Бог простил наши грехи. Потому что если грехи у человека не прощены, он не может соединяться со святым Богом. Но каждый из нас сегодня спокойно, вы даже не задумываетесь, вы просто в мысли говорите, Господи, вы знаете, что Он слышит, правда? Откуда у вас такая вера? Откуда вы, грешные люди, можете быть так уверены, что Бог вас слышит? Из-за того, что Иисус умер за вас, из-за того, что кровь пролита. Не думайте, что это так просто грешнику в мыслях обращаться к Богу, Он слышит. Это не просто так, это благодаря жертве Христа только возможно. Грешник не может так просто к Богу приходить и разговаривать с Ним. Но вы сегодня спокойно это можете делать только через веру во Христа Иисуса. Потому что вы приходите только через то, что Иисус умер за вас. И вы это спокойно, вы ночью подумали там. И раз, и знаете, что Бог услышал. Вам легко общаться с Богом, правда? В большей, в меньшей степени ваше общение с Богом. Но в любом случае вы сильно не напрягаетесь. Вы просто обращаетесь к Нему, и небо открыто перед вами, и путь открыт перед вами, потому что Иисус прошел впереди вас. Но для чего Он вам открыл это общение? Для какой цели? Почему Бог простил нам грехи? Для того, чтобы освободить нас от греха потом. То есть Бог желает не просто простить нам грех, но и освободить от силы греха. Ведь знаете, прощение это же не просто Бог простил меня, все. И даже хорошо, можно грешить и снова простить. Вы знаете, грех это не просто преступление. Грех это тяжелая болезнь. И Бог не просто простил нас, Он исцелил нас и желает полностью освободить от этого гнусного, поганого состояния, мерзкого, греховного. Поэтому путь святости, это путь радости, освобождения и счастья. Аллилуйя. Хорошая новость, братья и сестры. Святость это не религиозный устав, что можно или нельзя. Это путь счастливое будущее. Бог избрал нас и предопределил, написано дальше. Смотрите, слова избрания, предопределения, очень сильные слова. Предопределение это предназначение. Бог тебя предназначил для чего-то, Яша. Бог тебя предназначил. Представляете, у Бога есть цель для тебя. И для тебя есть цель у Бога. Представляете, у Бога есть цель для каждого из нас. Какая надежда, когда мы имеем цель в жизни? Легко ли жить без цели? Человек с ума сойдет, если цели в жизни нет, правда? Мы все равно к чему-то стремимся. До понедельника дожить, я не знаю, к чему мы стремимся. Ну или завтра что-то сделать. Мы все равно маленькие или большие цели ставим. Потому что без цельности, человек начинает сходить с ума. Если нет без цельности, он ни к чему не тянется, он деградирует. И хорошо, когда у нас много разных целей. Бог допускает разные цели в нашей жизни. Он не против нашей нормальной жизни с нормальными целями. Вырастить детей, получить образование. Это все совершенно нормальные цели, которые не противоречат совершенно Божьему плану. Но эти цели все равно рано или поздно упираются в стенку, правда? Они временные цели. И они не дают полноты все-таки, радости. А что дальше? Правда вопрос? Все равно есть внутренний вопрос, а что дальше? Ведь правда, когда мы достигаем какой-то цели, мы стремимся снова к новой цели какой-то. Но у Бога есть та цель, которая уходит в вечности, которая неограничена временем. И самая главная цель, которую Он предназначил каждого из нас, сделать подобными Иисусу Христу. Неужели это не круто? Представляете? Не просто так себя вести, как Иисус, или говорить, как Иисус. Нет. Быть внутренней по состоянию Иисуса, в той же любви, в том же милосердии, в том же сострадании, так же Отца знать. В том же блаженстве, счастье небесного пребывать. Все то состояние мира, покоя, что было во Христе, Он нас к этому призвал. Он говорит, я вас избрал, предузнал для того, чтобы оправдать и прославить, ввести в эту славу Сына Своего. Поэтому вся наша жизнь – это путь святости. Это путь отдаления от гадости, мерзости, всего плохого к хорошему. И Дух Святой очень нежно нас ведет в этом. И мы даже имеем право, опять же, противиться Духу Святому. Вот что страшно. Почему Бог допускает, что мы можем противиться Духу Святому и не соглашаться? Неужели Он не мог бы нас, знаете, взял за шиворот? Давай в святость. Знаете, мордой в святость. Нет же, опять двадцать пять. Опять же, как сотворил человека, дает свободу. Опять же, Он рождает нас свыше и говорит, сынок, ты свободен, иди ко свету. И все время нежно нас призывает, не толкает, не пинает, овчарок не пускает по следу, которые кусали бы, мы бежали бы к святости, знаете, вот так. Нет. Он всегда стоит впереди и говорит, иди сюда. Знаете, как отец маленькому ребенку, который не умеет ходить, он говорит, иди сюда. Иди. И дает свободу не идти. Дает свободу упасть. Но если мы непослушны призыву к святости, знайте, мы всегда противимся Богу. Он не перестает любить. Он не перестает звать. Но невозможно находиться постоянно в состоянии противления. Невозможно человеку. Человек либо соглашается с Богом, либо не соглашается с Богом. Вы не можете быть в этом состоянии. Человек не может постоянно быть раздвоенный. Это состояние описывает апостол Павел в послании к римлянам, восьмой главе. Что хочу, не делаю. Что хочу, делаю. Помните вот это состояние? Бедный я человек. Во мне что-то плохое живет, он говорит. Что-то плохое во мне находится, которое грешить хочет. Но вы знаете, то, что там написано, это не описание нашей жизни. Что вот, видите, и у него так же было. Значит, со мной все нормально? Да нет, с тобой все не нормально. Потому что он потом описывает, что это не конечный приговор. Это состояние, от которого Иисус спасает и избавляет. Потому что закон Духа Божьего освобождает от этого ужасного состояния. От этой раздвоенности. Знаете, одна часть меня хочет к святости, одна часть меня хочет грешить. Шизоидная психопатия, вот такая раздвоение личности. Надо стать цельным. Хочешь грешить, а не греши. По полной. Хватит половинчатой. Или иди к святости, или туда, или сюда. Не надо на двух стульях сидеть. Не усидишь, а рано или поздно грохнешься. Понимаете, когда вот так мы все время раздваиваемся, раздваиваемся, шаг вперед, шаг назад, мы противимся Духу Святому. Нам нужно воззвать к Богу, чтобы принять нормальное решение и двумя ногами встать. Господи, я хочу целостные желания Твоей святости. Я не хочу наполовину это, наполовину вот это. Чуть-чуть этого, чуть-чуть вот этого. Чуть-чуть добра, чуть-чуть зла. Чуть-чуть горе, чуть-чуть сладости. Как так может быть? Бог нас призвал к чему? Избрал нас к чему? К святости, к непорочности, в Его любви. Значит, если мы соглашаемся с Духом Святым, да, в нашей жизни, куда мы делаем шаг? В Его любовь. Чем Он нас мотивирует всегда? Любовью, правда? Он нас мотивирует ни палкой, ни кнутом. Это было бы проще, друзья. Намного было бы проще, если бы Бог нас избивал постоянно за наши грехи. Знаете, как здорово было бы? Так было, согрешил тебя, хрясь молотком по голове. Ты такой, ой, я боюсь теперь. А ведь не так происходит почему-то часто. Почему-то мы совершаем зло, а Бог нам добром отвечает, и мы благодать Божьим опять можем превращать к поводу для распустого. Он опять нас любит часто. Знаете, как это тяжело быть таким любящим отцом? Намного проще было бы, если он к нам относился плохо, по-злому, жестоко. Это было бы проще намного. Но отец не такой. И так опасно уйти от такого любящего отца в сторону греха. Потому что ты противишься Духу Святому, а Он тебя опять нежно призывает. Ты противишься, а Он тебя опять нежно призывает. И что происходит с человеком, который постоянно противится Духу Святому? Что происходит? Сердце ожесточается против Бога. Сердце затвердевает и перестает слышать уже Бога. Совесть у человека нечувствительна становится рано или поздно. Ужас какой, а? Но у нас есть хорошая новость. Бог нас призвал ко спасению. Спасение? Вообще кого-то интересует спасение или нет? Или вы все спасены, вам это не важно уже? А что, очень легко представить? Как можно знать? Я думаю, знание спасения – это твои отношения с Духом Святым сегодня. Мы имеем свидетельство Духа Святого. И это уже немалое. Если ты противишься Духу Святому, то нужно быть осторожным в своей жизни. Потому что спасение, Иисус очень ясное спасение сказал, как о пути. Он сказал, я спасение. Так? Он сказал, спасение кто? Ишуа. Спасение – это я. Я есть кто? Путь. Оп. Сразу, да? Так путь-то надо пройти, друзья. Это же не... Раз и все. Раз и в дамки перепрыгнул. На самом деле, жизнь-то надо прожить со Христом. И Он говорит, что я хочу вас выводить из света в свет. Из тьмы в свет. Продвигать вас в жизни. Но если в жизни человека ничего не происходит, то нужно задуматься. Во-первых, может вообще неверующий. Но не может так быть, чтобы человек родился свыше, и совесть его как-то такая же осталась. Не может такого быть. Не верю в это. Потому что совесть, рожденную свыше, свидетельствует Духе Святом. И он все равно должен как-то решить вопрос о своей совести в Духе Святом. Он либо соглашается с Богом, либо не соглашается. И невозможно постоянно в этой войне находиться. Поэтому спасение – это даже такая целая война с самим собой. Вот так можно сказать. А как можно иметь мир, уверенность? Скажите мне, может ли верующий иметь уверенность в спасении? Конечно, может. И Бог желает, чтобы мы были уверены в нашем спасении. Но уверенность в нашем спасении основана на нашем послушании к Богу. Она не основана просто на каком-то факте библейском, который мы зацепили где-то. Ведь так же можно легко обмануться, правда? Я спросил вас, кому важно спасение? Вообще, о каком спасении мы говорим? Что вы понимаете под спасением? Хорошо, кто боится попасть в ад? Хорошо, кто верит, что ад существует? Что это не притча, не образное выражение Иисуса? Кто верит в то, что Иисус говорил про ад? Все слова – это правда. Про огонь, про языки, про червяков. Что-то не были, знаете, какие-то символы там. Иисус говорил конкретные вещи. Никто в Библии не говорил об аде столько, сколько говорил Иисус Христос. Никто не имел права об этом говорить. Только сам Бог имел право об этом говорить. Я не хочу туда, например. Юрик, ты хочешь туда? Алекс? Я не хочу туда. Я не знаю, как вы, я еще до уверования, когда мне рассказали, я подумал. Не знаю, кто какой веровал, я был неверующий, но у меня повлияла, допустим, евангелизация садом. Пришел мой старый друг и рассказал мне все это, и про червяков, и про огни. Я еще неверующий человек был. Думаю, врет. Сижу один дома, думаю, если он на 99% врет, а я все в процентах считал тогда, а на 1% не врет, и у меня волосы дыбом стали. Я думаю, да я из 1% лучше покаюсь. Но я вот сейчас плохо уже помню, это было давно, но я вот такие размышляния думал. Но смотрите, ад ужастен не только этим состоянием, он еще ужастен тем, что это полная противоположность, что Бог приготовил для своих детей. Ведь спасение – это путь в вечности. Мы же здесь временно. Смотрите, как время летит быстро. Меня еще недавно в пионеры принимали. 8 февраля, в день антифашиста. Это же недавно было. Всего каких-то там 35 лет назад. Или 38. Это же вот. Я же совершенно недавно институт закусил. Все-все вот недавно. В Израиль приехал вчера, 17 лет назад. Кто видит, что время очень хитрое, но пролетает моментально? А что потом? Суп с котом. Понимаете, спасение – это спасение души. И спасение – это не просто человек должен произнести молитву покаяния, призвать Господа в сердце. В книгу жизни записали, в бухгалтерии его там на небе. Проходной получил билет, в серван положил. Хорошо. Живи душа, радуйся. Я в Царство Божие иду. Может, да, может, нет. На самом деле, о нашем спасении нам свидетельствовать должно наше сердце. Написано, что мы имеем свидетельство от Бога. Имеем мы жизнь или не имеем? Внутреннее свидетельство. И теперь вопрос – идем мы к святости или не идем? Освобождаемся или мы освобождаемся, меняемся или не меняемся? Смотрите, это не значит, что вы уже святые стали. Бог не святых избрал. Он для того и берет не святых, чтобы их освящать. И понятно, что не в один день тебя взяли, и все, в один день ты уже как ангел Божий. Голубица небесная такая. Нет, конечно, это путь. Но вопрос – есть ли постоянный прогресс в жизни или постоянный прогресс-откат, прогресс-откат, прогресс-откат. Не может такого быть. Ты не можешь постоянно находиться в таком состоянии. Потому что нужно принимать решение, сказать – да возненавидел я уже это состояние, Господи! Сделайте шаг, и Бог сто шагов сделает навстречу, но Он не сделает, пока ты шаг не сделаешь. Потому что Он никогда насильно не делает, если ты не примешь решение. Возненавидите, мы должны возненавидеть грех. Почему? Он убивает нашу душу. Дьявол ходит, чтобы убить, утащить нас в ад, растерзать нас. Его план уничтожит нашу душу. А любящий Бог желает нас спасти, но мы должны хотя бы захотеть, чтобы нас спасли. Желаете, чтобы вас спасли или нет? Вы тонете. И Бог говорит, ну ты только воззови, я услышу, ну воззови, захоти этого хотя бы. Ты же не можешь постоянно под водой по дну ходить и говорить, а все равно Господь меня спасет. Я в скафандре нахожусь здесь. Ты, может, уже уснул, на дне лежишь. Над тобой уже сто метров воды. Поэтому послание к Ефесянам очень хорошее. Говорит о церкви, о нашем призвании. Она начала с того, что Бог от вечности избрал каждого из нас, чтобы спасти братья и сестры. Он нас избрал не потому, что мы были святые и непорочные, а для того, чтобы мы были святые и непорочные. Для того, чтобы нас избавить от этого лукавого и хитрого времени и века, в котором мы живем. Знаете ли вы, что мир, цивилизация, в которой вы находитесь, против вас? Что эта цивилизация построена, чтобы погубить вас? Мы должны быть очень трезвые и мудрые, чтобы просекать эти вещи дух мира, которые... Знаете, как дух мира действует? Кто знает вообще такой термин дух мира? Это из Библии. Дух мира, в котором мы живем, он не работает так, знаете. Знаете, ты покаялся, дух мира подошел такой, ты раз такой и вырубился. Дух мира – это усыпляющий газ. Это знаете, как люди в гараже усыпают, когда машина включена. Он так убаюкивает, говорит, Яша, там... Человек, знаете, по чуть-чуть, по чуть-чуть уверовал. В церковь ходит, в церковь иногда ходит. Библию читает, Библию иногда читает, молится. Иногда человек молится, а дух мира, он работает, понимаете. Это душегубка не выключена. Постоянно выкидывает свой газ, дух мира. Он действует усыпляющим эффектом, сладким таким. Спи, моя радость, усни. Так раз, так раз. Помните, как с Самсоном было? Прилег на коленях у девушки-филистимлянки. И она такая, спи. Здоровый мужик. Помните, что вытворял в помазании? Чем все закончилось? Уснул, глаза выкололи, волосы постригли, цепями приковали, и был рабом на мельнице. Вот так дьявол ловит. Он не может просто ваши глаза духовные выколоть. Он не может вашу силу забрать. Он вначале усыпит. Только тогда он может выбить нам глаза, остричь волосы, заковать, и потом мы уже и ходим, и пашем на дьявола. Это же не в один момент все происходит. Это происходит путем усыпления, убаюкивания вот такого. Все нормально, все нормально. Дьявол обычно говорит голосом старого задушевного друга. Да, он говорит, Юрий, молодец, покаялся парень. Правильно. Он даже с тобой в церковь пойдет. Бес он привяжется, пойдет с тобой и скажет, молодец, Библию читай. Ну, не фанатей, конечно. Это же хитрое действие. Поэтому, либо ты радикально туда, либо до свидания. Решайте. Кто в ад не хочет? Кто в ад хочет, исключим из церкви. Нам не надо таких, кто в ад хочет. Записывайтесь, мы узнаем адрес где-нибудь станистов. Наверняка здесь полно таких. Мы узнаем для вас специально, где собираются часы приема, где мессы проходят сатанинские. Пожалуйста, идите туда. Мы идем в Царство Божие. В этом году все в Царство Божие. Все, кто в ад, уходите. Не надо нам. Нам не надо в ад. Мы хотим в Царство Божие. Нам не надо ни червей, ни огня, ни языки. Если ты не можешь, если тебе тяжело, приди и скажи, я не хочу, но не могу. Хватайте меня, тащите с собой. Вытаскивайте меня, мы схватим тебя. Не бойся. Чувствуй, что пробиться не можешь. Чувствуй, что грех за ноги схватил. Чувствуй, что тяжело. Не бойся. Приди, скажи, мы тебя схватим за руки, поволокем силой вместе. Мы же друзья, мы же поможем друг другу. Главное не прячься. Главное не бойся. Ты не самый худший. Мы все из подлецов. Не надо. Не надо. Давайте примем решение идти прямо во спасение. Давайте не будем искалебрившись на погибель. Давайте стоять твердо во спасение души. Твоя душа должна быть спасена. Будем твердо стоять. Не надо колебаться. Вот эти игры все. Вот эти танцы. Вальс с дьяволом. Не надо. Бог дал нам власть на него наступать. Правда? Итак. Кого Бог избрал? Для чего нас Борок избрал? Чтобы мы были какие? В его любви. Хотим ли мы любовь Божию познавать? Слава Божию. Помазание. Присутствие Божье. Знаете, сколько Бог приготовил чудесного. Он говорит, да зачем вам эти помои, эти огрызки мира? То, что я вам дам, этого в мире нету. Я вам дам воду жизни. Вы вовек не возжаждете. Вы будете находиться в этой чистоте. И чем больше мы будем находиться в чистоте, чем больше мы будем пить эту чистоту, потом уже вопрос со грехом не будет так сильно стоять. Потому что к тебе уже, знаете, подойдут, скажут, Яш, помоев хочешь? Помоев? Яша говорит, ну скажи. Нет, спасибо. Культурный человек. К нему подходят, говорят, ну что? Яш, ты что скажешь? Нет, спасибо. Смотрите, человек в Царство Божие идет. Он говорит, да зачем мне это? Дух Святой. Я знаю, что такое Дух Святой. Если я Духом Святым исполняюсь, мне ничего не надо. Я все имею в этом. Мир, праведность, радость. Я хочу этого больше и больше. Я хочу вообще. Вы знаете, что в Духе Святом передозировки не бывает. Ты хочешь безмерно этого, постоянно. Ты как сумасшедший. Ты говоришь, я хочу еще Бога. Я хочу этой реальности. Вау, я хочу. Вы хотите? Все, давайте вместе. И все, он потерян. Все, он потерян для мира. Куда? Ушел в Бога и не вернулся. Пропал человек. Ау! Он пропал. Что вы ищете живого среди мертвых? Нет его там? Мертвецы ходят, говорят, Яша, где он? Знаете, живший мертвый. Где он? Яш, пойдем. Да Яша давно среди живых. Чего вы в морге вы ищете? Мертвецы из морга высовываются. Иди к нам. Иди к нам. У нас весело тут. У нас тут дискотека. Вы знаете, какая у нас дискотека? Ваша дискотека рядом не лежала. Мертвецкая. Гнилая. Протухшая. Вот у нас все настоящее. Аминь. Ну все. Давайте будем причащаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.